Возраст, когда перед ребенком открываются новые возможности, когда он переосмысливает, оценивает, анализирует и делает самостоятельные шаги во взрослую жизнь, является ответственным периодом для него. Ведь очень просто, будучи несовершеннолетним, из любопытства пуститься во все тяжкие, в том числе попробовать наркотики. И это удел не только детей из неблагополучных или малообеспеченных семей. К огромному сожалению, даже родительская любовь, ласка и полный материальный достаток не могут служить гарантией того, что подросток никогда не заинтересуется и не попробует наркотики. Кто-то ради интереса один раз попробует и в это же время, как правило, один раз и попадается. А судьбу уже себе покалечил. То есть постановка на учет, постановка на наркологические отделения. И человек вырастает, 10 классов заканчивает, нужно необходимо ему учиться продолжать дальше, а, извините, судьба уже перечеркнута. Наркомания – дорога к верной смерти. И подростки, и, конечно же, родители должны это понимать, как бы страшно им не было принять правду. Чтобы не допустить несчастья, не стоит быть безучастным к жизни, к интересам своего ребенка и предпринимать меры еще до того, как случится самое страшное. В городе Брис, к счастью, не распространенный употребление наркотиков в среднем срочной летнице, но случаи такие бывают. Больше всего курят, дрянь, таблетки глотают. По итогам акции подростками не допущено ни одного преступления, связанного с распространением и употреблением наркотических средств. Однако важно помнить в первую очередь родителям, что их дети каждый день подвергаются риску попробовать психотропную таблетку или наркотическую инъекцию. Поэтому очень важно найти для своего ребенка время и в ходе обычной теплой беседы рассказать о реальной угрозе наркомании.